Памятник Мирзе Фатали Ахундову – памятник азербайджанскому писателю и просветителю Мирзе Фатали Ахундову, установленный в 1930 году в столице Азербайджана, городе Баку, в одноименном сквере. Это первый бронзовый монумент в Азербайджане и первая крупная работа Пинхоса Сапсая, впоследствии народного художника Азербайджанской СССР и Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР. Также этот памятник является первым воплощением образа Ахундова в изобразительном искусстве. История памятника 14 мая 1928 года коллегия Народного комиссариата просвещения в связи с 50-летием со дня смерти Мирзе Фатали Ахундова обратилась с ходатайством в Бакинский совет и правительство республики о присвоении его имени новому скверу у здания Наркомзема и об установлении в этом же сквере его монументальной скульптуры. Ходатайство было удовлетворено. Для сооружения же памятника было выделено 13 тысяч рублей. Работа по созданию памятника была поручена скульптору Пинхосу Владимировичу Сапсаю. Работая над памятником Ахундову, Сапсай внимательно изучил его произведения, творческое наследие и жизненный путь. Ахундов был изображен сидящим в кресле, в задумчивой позе. На его коленях лежит развернутая книга, которую он придерживает руками. Работа по сооружению монумента была завершена к десятилетию установления советской власти в Азербайджане. Наконец, 2 мая 1930 года состоялось торжественное открытие памятника в треугольном сквере недалеко от здания Бакинского совета, ныне Бакинская мэрия. Бронзовая фигура Ахундова была установлена на широком ступенчатом пьедестале высотой 3 метра и весом 16 тонн. На нем была начертана залетая золотой краской надпись «Мерзав от Али Ахундов». Пьедестал выполнен из серого гранита, доставленного из Кутоиси, в связи с тем, что Ахундов значительную часть своей жизни прожил в Грузии. Бронзовая фигура Ахундова высотой 2,5 метра была отлита в Ленинграде. В 2008 году в соответствии с распоряжением Азербайджана Ильхама Алиева о капитальной реставрации парка в Баку были осуществлены работы и по реконструкции сквера имени Ахундова. Внешний вид постамента и самого памятника обновился, скульптура была окрашена, а золотистая надпись «Мерз Афтали Ахундов» была перемещена с правого профиля постамента на его фронтон. Мерза Фет Али Ахундов, полное имя Мерза Фет Али Мамед Таги Аглы Ахундов родился 30 июня 1812 года в Шеки, Российская империя, 26 февраля 1878 года умер в Тифлисе, азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ и общественный деятель. Член российского императорского географического общества, зачинатель азербайджанской драматургии и основоположник литературной критики в азербайджанской литературе, титулуется мусульманским мольером. Ахундов также был одним из предшественников романтического современного иранского национализма и одним из первых и самых откровенных атеистов, появившихся в исламском мире. Мерза Фет Али Ахундов родился в 1812 году в Нухе. Его отец, Мерза Мамед Таги, был родом из местечка Хамне в Иранском Азербайджане, где он служил деревенским старостой. После того, как он наказал трех солдат сарбазов за кражу буйволов не по законам военного времени, командир отряда пожаловался наследному принцу Аббасу Мерзе и тот разжаловал Мерзу Мамеда Таги, конфисковав все его имущество. Оставив Хамне, отец очутился в Нухе, где занялся торговлей. В 1811 году он взял себе вторую жену Нани Ханум, приходившуюся племянницей, дочерью брата, известному тогда Ахунду Гаджи Алискеру. От этого брака и родился будущий писатель. Вскоре семья переехала в Хамне. Здесь Мерза Фет Али получил начальное образование, посещая духовную школу, Малахану. Из-за начавшихся в семье раздоров, мать вскоре вернулась с сыном к дяде Гаджи Алискеру, проживавшему в то время в селении Харанит в Карадаге. Прожив некоторое время в иранском Азербайджане, они переехали в Гинджу, а затем в Шики. Гаджи Алискер, ставший для него вторым отцом, учил мальчика Корану арабскому и персидскому языкам. В 1832 году Гаджи Алискер, отправляясь в Мекку, временно перевез Мерзу Фет Али в Гинджу, где оставил на воспитании ученому Молли Гусейну пешнама сзади. Находясь здесь, Ахундов познакомился с азербайджанским поэтом Мерзой Шафи Вазихом, у которого он брал уроки каллиграфии. Это знакомство оказало значительное влияние на дальнейшую судьбу будущего писателя. Время их встречи относили приблизительно к 1831-1832 годах, но сейдзади полагает, что это произошло в конце 1832-начале 1833 года. Не увидев у молодого Ахундова зрелого разума должной убежденности в вере и наличие искренности Мерза, Шафи Вазих отговорил его делать религиозную карьеру. Об этой встрече Ахундов впоследствии подробно писал. Согласно велению моего второго отца, я каждый день ходил к этому человеку и учился у него искусству писать почерком на столик. В процессе учебы я подружился с ним, между нами возникла дружба и интимность. Однажды он спросил меня, Мерза Фатали, изучая науки, какую ты преследуешь цель? Я ответил, что хочу стать духовным лицом. Он сказал мне, значит и ты хочешь быть мошенником и шарлатаном? Это меня поразило и удивило. Что это означает? Мерза Фатали, сказал Мерза Шафи, посмотрев на меня, свою жизнь не проводи среди этих отвратительных людей, выбирай для себя другую профессию. Когда я полюбопытствовал узнать о причинах, побудивших его с отвращением относиться к духовенству, он начал говорить о таких вещах и приводил такие доводы, которые до того времени для меня были покрыты мраком неизвестности. До возвращения моего приемного отца из Мекки Мерза Шафи объяснил мне все основы просвещения и снял пелену с очей моих, мешавшую мне видеть и ощущать мир. После этого случая я возненавидел духовенство и изменил свои намерения. Под влиянием этой встречи, имевшей решающее значение, Мерза Фатали отказался от схоластического образования и выбрал путь передовых людей своей эпохи. Значительна роль Мерзы Шафи и в формировании атеистических и философских взглядов Ахундова. Поступив через год в новую русскую школу внухи, Мерза Фатали был вынужден оставить ее в 1834 году. Несмотря на кратковременность своего обучения в этой школе, пребывание в ней подвигло его на изучение русского языка и литературы, заложив основу дальнейшего развития Ахундова как писателя. Общественно-политические и философские взгляды Ахундова имели тесную связь с его атеистическими воззрениями. Из одного свидетельства, датированного 1836 годом, явствует, что Ахундов исповедовал шиитский ислам. Будучи атеистом, он впоследствии безудержно критиковал все религии, в особенности догма ислама, устой мусульманской веры. Ахундов считал, что все религии – абсурд и вымысел, которые являются главным препятствием в развитии и распространении просвещения, науки и культуры. Ахундов отвергал идею о Боге как первопричине мира, источнике бытия Вселенной, придерживаясь той точки зрения, что бытие Вселенной в своем происхождении не нуждается в каком-либо другом бытии и есть единое, целое, могущественное, совершенное, всеобъемлющее существо, источник множества бесчисленных разнообразных частиц Вселенной относительно их субстанций. В 1875 году он писал, что одной из причин, тормозящей процесс родного ему народа, является паломничество в Мекку, куда ежегодно шляется миллион из Кавказского края без всякой пользы. В своем философском труде, три письма индийского принца Кемалу Довли к персидскому принцу Джалалу Довли и ответ на них всего последнего, Мирзав Атали выступал с антиисламских позиций, называя учения Мухаммеда, системой надувательства простолюдинов, а Аллаха, кровопийцей и террористом, безнравственным и жестоким эгоистом и так далее. Он писал, теперь нужна одна наука, которая ведет к цивилизации, а религия, основанная на суеверии, пустой призрак. Критиковал своего верующего сына Рашида и жену Тубуханум. Из-за враждебности Эмма Ахундова к исламу и мусульманам чинились препятствия к его погребению на мусульманском кладбище в Тифлисе. В 1830-х годах началась его литературная деятельность, направленная против отсталости, за просвещение, свободу и прогресс. В 1830-1840 годы Ахундовым были написаны на основе традиции классической и ашукской поэзии на персидском и азербайджанском языках ряд стихотворений «Жалоба на время», поэма «На смерть Пушкина» и «Гашмы». Первое значительное произведение – эллигическая поэма «На смерть Пушкина», которая была переведена на русский язык, а затем опубликована в 11 книги журнала «Московский наблюдатель». Литературный талант Мирза Фатали Ахундова с особенной силой проявился в драматургии. В период с 1850 по 1857 годы он создает шесть комедий и одну повесть, в которых нашла реалистическое отражение жизнь Азербайджана первой половины XIX века, быт и нравы феодально-патриархального общества с его необузданным деспотизмом, инерцией, догматизмом.